В майский теплый день к нам приехало телевидение. Мы всегда рады гостям и с удовольствием показали наш юбилейный экструдер и даже продемонстрировали одну из моделей экструдера в работе. Спасибо телепрограмме Вести, что выбрали нашу компанию для съемок сюжета об отечественном сельхозоборудовании и программе импортозамещения. Юбилейный 500-й экструдер создали на одном из предприятий Волгоградской области. Так называется оборудование по производству специального комбикорма для крупного рогатого скота. Создает устройство в рамках программы импортозамещения и специальной программы субсидирования от Министерства промышленности и торговли России. От сельхозтехники отечественного производства Михаил Гриванов. Трудно поверить, но еще несколько секунд назад эти желтые гранулы были настоящим кукурузным зерном. Это почти как попкорн, но только для животных. Специальную машину под названием экструдер кукурузу засыпают, чтобы затем превратить ее в настоящий питательный корм. Пресс-экструдер это машина основанная на трех процессах. Это температура, давление и объем. Соответственно в большой объем зашел продукт, пройдя по стволу экструдера нагрелся, вышел в маленький объем и получился значит соответственно вздвиг при большом давлении. Соответственно крахмалы распались на простые сахара, тем самым повысилась питательность корма. Чтобы вы понимали в чем суть, зерно кукурузы содержит 50 процентов крахмала. Для животного это не очень удобно, потому что не переваривается. Но благодаря вот такому процессу экструзии, он так называется, мы можем получить вот такие вот фактически кукурузные палочки и они даже пахнут как настоящая кукурузная каша. К примеру для свиней такая пища считается почти деликатесом. Она быстро усваивается и имеет особые полезные свойства. Поедая такой корм, животные способны значительно набирать вес. Вдобавок, проходя термическую обработку в экструдере, зерна кукурузы избавляются от вредных микробов и грибка и может храниться еще полгода. Это уже получается конечный продукт? Да, этим уже можно кормить животных, либо это можно в дальнейшем использовать как основу для других каких-то специфичных продуктов кормления животных. А с чем можно сравнить вот в нашем повседневном быту? Это вот для человека это как? Это что-то хлопьем или мюсли может отнести. Кукурузная палочка, она похожа очень. Но если технология производства комбикорма не уникальна, то сам экструдер заслуживает отдельного внимания. Главное, все оборудование полностью отечественного производства. В 2014 году, когда в отношении России ввели санкции, потребность создания такого корма резко возросла. Зарубежные аналоги экструдеров оказались недоступными для российских животноводов. Техника классическая, не столько прорывная, но у нас в стране, к сожалению, пока не делалось. Мы освоили производство достаточно давно, но сейчас полностью модернизировали модельный ряд. По цене соотношение с импортными аналогами в нашу пользу от 3 до 5 раз зависит от моделей и от производителя импорта. В связи с высоким спросом и низкой ценой на предприятии уже создали юбилейный 500-й экструдер. Продукция одинаково востребована как в промышленных производствах, так и в частных крестьянских хозяйствах. Причем не только в Волгоградской области, но и по всей России. Михаил Гриванов, Александр Пищалко, Вести, Волгоград.